Здравствуйте! Сегодняшний наш урок посвящен решению олимпиадных задач по химии за девятый класс. Сейчас мы начнем решать задачу. Я запишу краткое условие. Разберем задачу номер 2.48. Прочитайте условия перед тем, как я начну решать данную задачу. И попытайтесь решить данную задачу самостоятельно. Она рассчитана для учеников девятых классов по олимпиаде. Также хотел бы вас предупредить, что решение таких задач вообще общим. Задача олимпиадного уровня требует сильного умственного перенапряжения. Так что будьте внимательны. Вовникайте внимательно в условия данной задачи, чтобы решить ее. Ну а мы начинаем решать. Задача номер 2.48. В 400 мл раствора едкого натрия содержится 1,505 умножить на 10 в 21 степени ионов натрия. Определите величину pH. Как изменится pH при добавлении к этому раствору 200 мл раствора азотной кислоты с концентрацией 0,01 моль на литр? Сейчас мы будем решать данную задачу. Вот, я записал уже короткое условие к этой задаче. Дано решение найти. Что нас требуется. Что от нас точнее требуют. Также хотел бы сказать, что решение олимпиадных задач, то есть оформление олимпиадных задач, ничем не отличается от оформления обычной задачи. Так что будьте внимательны. На олимпиадах по химии оформлять задачи так же, как и в классе. То есть писать данное решение найти. Ну, нам было сказано, что найти концентрацию, а точнее найти pH среды гидроксида натрия, то есть едкого натрия. Хотел бы сказать, что едкий натрия это то же самое, что гидроксид натрия. Только это такое тривиальное название. На олимпиаде вас хотят запутать немножечко. На олимпиадах часто бывает спрашивают тривиальные названия. Да, то есть, ну, первое условие, оно довольно-таки простое, так как нас требует всего лишь на тип pH обычного раствора гидроксида натрия. Тут никаких химических реакций нет. Ну и давайте для начала напишем уравнение диссоциации гидроксида натрия. Натрий OH. Диссоцируют на катионы натрия плюс и гидроксогруппу OH минус. Коэффициенты здесь никакие не нужны. Все, мы написали уравнение диссоциации гидроксида натрия. В этой задаче не уточнялась степень диссоциации, так что на это внимание не надо обращать. Просто в некоторых задачах бывает спрашивают, еще и степень диссоциации пишут. И там надо было еще дополнительный подсчет. Здесь про это ничего не сказано. Значит, давайте найдем, во-первых, количество вещества катионов натрия, потому что она по условию всю данную. Натрия плюс. Качество вещества катионов натрия плюс. Значит, нам здесь понадобится следующая формула. Количество ионов натрия поделить на постоянное авокадро. По условию нам дано, что количество катионов натрия равняется 1,505 умножить на 1021 степени. Значит, пишем 1,505 умножить на 1021 степени. Значение постоянного авокадро не дается. Ее надо знать наизусть. Она равняется 6,02 умножить на 1023 степени. Ну и молит минус первой, но можно здесь опустить, это не писать. Так. Равним. Ну, чтобы решить данную задачу, нам нужно сократить десятки в их соответствующих степенях. Значит, запишем это следующим образом. Числитель оставим прежним 1,505 умножить на 1021 степени. И поделим. А в ознаменателе мы сделаем вот что. Мы 1023 степени перейдем в 1021 степени. Но чтобы ничего не изменилось, нам надо в числе 6,02 перенести запятую на 2 переноса. То есть умножить, можно сказать, грубо говоря, умножить на 100. Получится, значит, 602 умножить на 1021 степени. Ну и здесь легко, здесь десятки в 21 степени сократятся. И остается поделить 1,505 на 602. Делите на Олимпиаде с калькулятором это все, потому что устное вы потеряете очень много времени. Ну и желательно, если значение большое, его округлять еще. Ну, желательно до тысячных, конечно. Но это уже от самой задачи зависит. Ну, в результате получается нормальное число. Это 0,025 моли. Далее, что мы хотим сделать. Мы нашли, значит, количество вещества гидроксогрупп. Ну, можно сказать, мы нашли количество вещества катионов натрия. А значит, так как у нас коэффициент это единица и перед натрием, и перед гидроксогруппом, да, УАЖ минус. То можно, так значит, легко сказать, что количество вещества натрия плюс равняется количеству вещества гидроксогруппу УАЖ минус. Значит, я это писать не буду, я сразу напишу, что количество вещества гидроксогруппу УАЖ минус тоже равняется 0,025 моль. Соответственно. Что дальше можно сказать? Так, если мы нашли количество гидроксогрупп УАЖ минус, количество вещества точнее, то отсюда мы сможем легко найти малярную концентрацию гидроксогруппу УАЖ минус, данном в нашем расторе гидроксогруппу УАЖ минус. Значит, запишем, что малярная концентрация гидроксогруппу УАЖ минус, равняется, это отношение количества вещества к объему. Количество вещества нам известно, объем нам по условию тоже известен. Да, объем нам известен. Это 400 мл. Почему я пишу, что, нам же сказано было, что объем едкого натрия 400 мл, а я пишу, что это гидроксогруппу УАЖ минус тоже получается 400 мл. Но потому что, опять же, можно обратить внимание, что коэффициенты в нашем уравнении дистанции равняются 1. И можно это спокойно переносить. И вообще, с раствором же ничего не происходит. Вот как раз-таки это то же самое, такой же объем и остается натрия плюс УАЖ минус. Значит, это все в общем растворе находится. И можно безошибочно, утвердительно написать, что 400 мл тоже также находится в объеме этого раствора. Количество вещества это 0,025 моль. И отнести к объему. И запишем, что это относительно 400 мл. Но малярная концентрация вообще выражается в моль на литр. И вот здесь такой небольшой подвох будет. Заметьте. Нам-то в условии дано, что это 400 мл, и надо перевести в литр. Значит, в 400 мл, сколько литров? То есть нам надо 400 поделить на 1000. Получается 0,4 литра. Вот это подвох такой серьезный. Если вы прочитаете, то и вся задача будет решена, следовательно, неверно. Делим на калькулятор и получаем 0,625 моль на литр. Это концентрация как раз-таки вот этой гидроксогруппы УАЖ минус. Моль на литр. Вот. Мы нашли малярную концентрацию гидроксогруппы УАЖ минус. Далее. Вспоминаем формулу для ионного произведения воды. Что такое вообще ионное произведение воды? Вы должны это знать. Это то же самое, что и формула для произведения растворимости воды. Но мы знаем, что вода это слабый электролит. И вот уравнение дистанции воды, если записать, то это H2. Получается H+, плюс УАЖ минус. Опять же. Вот. Ну, произведение растворимости вы знаете. Ну и, я думаю, вы должны знать, что такое ионное произведение воды. Это то же самое. Только тут она может сказать, как константы считается. То же самое. H+, умножить на УАЖ минус. Квадратные скобочки означают концентрацию веществ. И это равняется постоянному значению, которое вы должны запомнить 10 в минус 14 степени. Ну или 1 умножить на 10 в минус 14 степени. Ну а это смысла не меняет. Можно укоротить себе, облегчить себе запись и просто записать, что это 10 в минус 14 степени. Вот. Мы нашли, что концентрация анионов гидроксогруппу H минус равняется 0,625 моль на литр. И из этого уравнения легко выразить как раз-таки концентрацию катионов водорода H+. Ну, тут легко все выражается. Это нам надо 10 в минус 14 степени поделить на концентрацию гидроксогруппу H минус. Молярную концентрацию. Либо еще и называют равновесной концентрацией. Ну, хотя, мне кажется, это не совсем верно. Равновесная концентрация, она все-таки употребляется к формуле константиравновесия, скорости химической реакции. Ну, от нас это вообще ничего не требуется. Так что лучше говорить просто малярная концентрация, либо просто концентрация. Ну, хотя концентрация, если вы скажете, это тоже будет немножечко неверно. Так как концентрация еще как массовая доля обозначается. Это совсем другое. А тут именно малярная концентрация, вот это уточнить надо. Ну и мы нашли, что малярная концентрация гидроксогруппу H- равняется 0,625 моль на литр. Моль на литр. Значит делим. Ну и тут хорошо бы записать, что это 10 в какой-то степени умножить на что-то. Вот это как раз таки запись 0,625. Ну как раз таки это можно записать вот следующим образом. Что это 10 в минус 14 степени. 10 в минус 14. Поделить на 625 умножить на 10 в минус 5 степени. Да, на 10 в минус 5 степени. Вот так легче будет записать. Далее, ну тут математические расчеты это объяснять не буду. 10 в минус 14 делить на 10 в минус 5 получается 10 в минус 9. И как раз таки на вот это вот 10 в минус 9 нужно поделить на 625. 10 в минус 9 поделить на 625. Получается вот такая запись. В принципе на это можно будет остановиться. Ну там еще кое-что придется посчитать, поморочиться очень долго. Ну, малярную концентрацию ионоводорода все-таки можно представить в виде, как можно будет написать, что это вот так вот 1,6 умножить на 10 в минус 12 степени. Либо это можно будет еще записать, как 10 в минус 11,8 степени. Вот такой степени, в дробной степени, вот так можно будет записать это. Так, ну и что? Ну и все, мы сейчас легко найдем PH как раз таки первого нашего условия. То есть первого вопроса нашей задачи. Как раз таки первую часть мы уже сделаем. Она довольно-таки простая. Ну, найдем давайте PH среды. Оно рассчитывается по следующей формуле. Минус десятичный, так, десятичный логарифм, значит, от чего? От концентрации катионоводорода. В данном с нами уравнении электролитической дистанции. Это получится, значит, минус десятичный логарифм от 10 в минус как раз таки степени вот 11,8. Так как это десятичный логарифм, он, значит, сократится, получится минус, минус 11,8. Минус и минус сократится и получается просто 11,8. То есть, что можно сказать? Что PH1, как раз таки, который еще до реакции был, равняется 11,8. Ну, это легко убедиться, что это щелочная среда в данном случае. Ну, это и так было понятно, так как это едкинатор, раствор едкванатора, значит, это 100% щелочная среда. Она равняется 11,8. Да, это мы рассчитали. Угу. Вот. Ну, это был первый вопрос. Вот. Определите величину PH до того, как прилили азотную кислоту. И нас спрашивают второй вопрос. Как изменится PH при добавлении к этому раствора 200 мл раствора азотной кислоты с концентрацией 0,1 моль на литр? И вот тут придется уже немножечко подумать. Так как вот как раз таки вот это олимпиадное уже уровень начинается. Давайте для начала запишем уравнение. Был у нас натрий OH. К нему прилили азотную кислоту. К нему прилили азотную кислоту. И в результате получили нитрат натрия. Ну, и также воду, как побочный продукт нашей реакции с вами нейтрализации. Угу. Все. Ну, тут понятно, никаких кислых солей не образуется. Так как HN3 нас вообще дано не в избытке. Оно в равных количествах соотношениях находится. Ну, это я имею в виду по уравнению, если смотреть. Ну, и вообще, если бы даже было и в избытке азотная кислота, она одноосновная кислота. Так что при нейтрализации щелочи одноосновной кислотой никогда не образуются кислые соли. Ну, это такое правило. Ну, давайте вообще найдем количество вещества азотной кислоты. По уравнению. Количество вещества азотной кислоты. Воспоминаем форму малярной концентрации. Чтобы найти количество вещества, нужно малярную концентрацию умножить на объем. Тут ничего, никаких новых открытий для нас нет. Малярная концентрация 0,01 моль на литр. Ой, извините так. 0,01 моль на литр. Моль на литр и умножить на 200 миллилитров. Ну, не забываем переводить в литр, это получается 0,2 литра. Литр и литр сократятся, получаются моли. И вот как раз-таки это и получается 0,002 моль. Вот такая запись. 0,002 моль. Ага. Вот, мы получили количество вещества азотной кислоты с вами. Но, нам еще известно же, что количество вещества натрий OH равняется с нами, это по условию уже, 0,025 моль. И что получаем? Получаем, что в данном случае это количество вещества едкого натрия у нас находится в избытке по условию. А количество вещества азотной кислоты в недостатке находится. Ну, тут коэффициенты в уравнении мы написали равны единице, везде по единице. Так что тут соотношение 1 к 1 и 1 к 1. То есть тут смело можно утверждать, что расчет мы будем вести по недостатку. Так как вот это как раз-таки недостаток расходуется, а вот 0,005 моль уже не с чем будет реагировать едкого натрия. Значит, расчет будем вести по недостатку мы. Да, будем вести по недостатку. Получается, что в данном случае количество вещества нитрата натрия будет равняться, мы смотрим по количеству азотной кислоты вещества, равняется 0,002 моль. Далее, давайте еще напишем уравнение дистанции азотной кислоты. Азотная кислота у нас очень сильный электролит. Очень хорошо он так распадается. На Ион H+, и плюс Н3-. Вот так надо будет записать. Если вы не запишите уравнение электролитической дистанции азотной кислоты, минус балл будет вам на Олимпиаде. Также, что я бы еще хотел сказать вам. Нам известно, что количество... А, да, кстати, я хотел сказать, что мы-то нашли же количество веществ, и, значит, нам надо будет найти количество гидроксогруппу H минус. По уравнению-то. У H же это... Да, У H минус же это щелочная среда, а щелочная-то у нас в избытке находится. Получается, что она равняется количеству вещества с вами нашего, как можно сказать, гидроксида натрия минус количеству вещества азотной кислоты. То есть, что это получается равно? То есть, ну, можно сказать, что это даже не количество вещества, а концентрация у нас. Малярная концентрация гидроксогруппу H минус. То есть, получается, ну, я думаю, понимать его. Тут моль на литр, моль на литр. Мы найдем... То есть, можно будет сказать, что это 0,00625 моль. Я не буду писать моль на литр, потому что тут от этого никакого смысла не будет. Нам можно сразу же рассчитать количество вещества от этой гидроксогруппанионов у H минус. Значит, минус 0,002 моль. То есть, это азотная кислота уже. Ну, то есть, на литр можно, опять же, написать. Ну, литр мы опустим, давайте-ка. И сразу запишем, что это равняется 0,425 моль. Вот что мы сейчас вот эту запись записали, как раз-таки, дайте я даже подчеркну. Вот это основная сложность как раз-таки была данной задачи. Вот над этим надо было подумать. Ну, тут, в принципе, задача не такая уж и сложная для Олимпиады. Ну, и что можно сказать? Ну, и найдем как раз-таки концентрацию ионов H+, в растворе, которая стала после вот как раз-таки этой реакции нейтрализации. Получается, что по старой формуле это как раз-таки наше ионное произведение воды, чему оно равняется в константе. Это 10 в минус 14 степени. И поделим на наше новое показание, на количество концентрации точники труксогрупа, это на 0,00425. Поделим. Ну, и в результате получается 2,3, я тут подробно не буду писать, на 10 в минус 12 степени моль. И это, в принципе, будет равняться 10 в минус 11,6. Вот такой степени. Далее найдем десятичный логарифм. Минус десятичный логарифм. От 10 в минус... Так, 11,6. Получается минус... Минус 11,6. Получается 11,6. То есть мы нашли, что PH2 равняется с вами... 11,6. Вот. Вот. Вот так. Значит. Ну вот мы и нашли как раз таки с вами PH среды, щелочную среду после реакции нейтрализации. То есть после того, как добавили азотную кислоту. Значит, пишем ответ. Все, мы дали второй ответ на данный вопрос. Пишем ответ. В начале, до того, как был чисто просто раствор, едкого натора у нас было PH 11,8. А после того, как добавили, то есть PH2, после того, как добавили азотную кислоту, получилось 11,6. Ну, мы видим с вами, что вообще кислоту хоть и добавили, но все равно щелочная среда осталась. Но она, конечно, немножечко уменьшилась в сторону кислотной среды. Потому что кислотой-то нейтрализовали. Но все равно получается щелочная среда, так как у нас едкий натор был в избытке. А значит, все равно среда щелочная будет. Вот, в принципе, решение данной всей задачи этой. Если так подумать, то она, в принципе, особо-то и такая несложная. По расчетам здесь. Вот, в принципе. Все. Кому видео, точнее, кому решение данной задачи понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем до скорых встреч. До свидания.